всем огромный привет добро пожаловать на мой канал с вами Татьяна Сидоренко и сегодня мы вместе с вами будем делать коррекцию на моем клиенте ручки сразу скажу проблемные достаточно влажные и еще на них вообще в принципе плохо носится практически любое покрытие здесь оно относилось в принципе хорошо если только не считать таких незначительных поломок в связи с работой клиента и также сегодня вам покажу еще очень интересный материал акригель который подстраивается под цвет натуральной ногтевой пластины в общем будет интересно оставайтесь со мной начинаем конечно же как всегда со снятия я снимаю фиолетовый фрезой здесь здесь у меня конус диаметром 40 он немножко меньше чем все остальные фрезы и на маленьких ноготках работать им удобно у нас на большом пальчике вот такая вот отслойка в центре ногтевой пластины чаще всего это от удара торцом о какую-то твердую поверхность если у вас отслойки у кутикулы то это либо очень тонко положен материал либо очень толсто положен материал либо вы неправильно подготовили ногтевую пластину и не качество сделали маникюр если отслойки с твердым материалом у торца то скорее всего вы не выпилили свой ноготок многие наверное не знают что не обязательно выпиливать весь ноготь а достаточно выпилить всего лишь фасочку в один миллиметр и все у вас будет носиться хорошо после того как мы на всех ногтях сняли гель мы конечно же приступаем к подготовке натуральной ногтевой пластины я всегда подготавливаю только пилочкой не использую баф вообще и делаю это строго очень мягкой стороной открытие кармана сегодня вам покажу очень распространенную ошибку посмотрите как я хорошо открываю карман некоторые тыкают вот таким вот образом и что мы можем наблюдать посмотрите мы вообще не открыли карман да чуть-чуть подвинули кутикулу но и все обязательно движения ваши должны быть такой как бы сказать подковыркой если вы хорошо откроете карман фрезой работаем и совершенно немного то есть немного зачищаем терегий приподнимаем кутикулу и прочищаем заднюю стеночку обязательно очень деликатно работайте в синусах потому что синусы это самые самые ранимые места вообще во всем маникюре посмотрите на движение фрезы они не длинные короткие без нажима очень легкие и воздушные работаю кстати желтой фрезой здесь у нас напоминает достаточно влажная кожица не такая мокрая что прям сказать гипергидроз но такая что тянется от любого прикосновения фрезой если ваша фреза забивается то включайте на полные обороты и втыкайте ее в мягкую сторону бафика фреза ваша очистится и вы сможете дальше работать срез делаю ножницами как всегда режем по кромочке ножницы находятся у нас перпендикулярно относительно ногтевой пластины и не делайте никогда большие стежки также не забывайте подворачивать пальчик клиента для того чтобы не воткнуться концами ножниц где-то там под кутикулы чаще всего ранение происходит именно так именно так что мастер просто не чувствует длину полотна возможно кстати ножницы просто вам не подходит если вы часто делаете ранение своим клиентам выберите ножницы например с более короткими какими-то полотнами обязательно после маникюра мы выполняем шлифовку шлифую я фрезой пламя и полировку карбидным шлифовщиком дальше наносим кислотный праймер точечно очень-очень немного прям как будто вы его где-то украли в общем не переборщите с праймером особенно с кислотным базу каучуковой от космопрофи я наношу из флакона по одному мазочку а потом уже распределяю втаптываю пропитываю все чешуйки обычной плоской кистью четверкой очень важно нанести базу везде везде потому что там где ее не будет твердый материал обязательно отслоится от ногтевой пластины ну и теперь приступаем к ремонтам здесь у нас не хватает параллельки вот на этом ноготочке у нас был небольшая поломка и также хочу вам сегодня показать вот такие мягкие ногти видите которые прямо крошатся по бокам и мы будем использовать молочный вот такой вот акригель очень интересный цвет мне прямо он понравился именно для ремонтов во первых он пластичный очень податливый в то же время он не такой жидкий чтобы куда-то там стекал и посмотрите он практически как цвет свободного края когда мы делаем прозрачным акригелем ремонты какие-то то чаще если используем камуфляж он может просвечивать если сделать белым то наоборот будет отличаться вот этот цвет акригеля меня прям порадовал ну не забывайте конечно же что в магазине космопрофи у меня есть промокод все это я конечно же пропишу в инфобоксе выглаживаем акригель чтобы нам меньше потом было пилить и обезжириваем дальше нам предстоит с вами выполнить архитектуру гелем работаю гелем мелкий беж он очень полюбился моим клиентам сначала я наношу его в качестве так называемого мокрого пола капля по этой подложке которую мы с вами не просушиваем очень хорошо распределяется вообще в принципе гель сам по себе хорошо распределяется он не течет он не пузырится в нем нет какого-то знаете огромного количества вот этих вот пузыриков которые потом постоянно приходится протыкать но если уже вдруг такое появилось то обязательно возьмите апельсиновую палочку и просто ткните в это место многие пытаются сделать это тонкой кистью но это не самый лучший способ избавиться от пузырька который у вас находится на ногтевой пластине берите в общем на заметку апельсиновая палочка очень сильно выручает в боковушках я всегда делаю выравнивание точнее до выравнивания тонкой кистью потому что если начинать это делать большой кистью который мы выкладываем материал очень часто количество материала там становится большое то есть ноготь будет очень толстым не забывайте все-таки про правильную архитектуру вся толщина у нас по центру а к кутикуле торцу и боковушкам материал у нас плавно сходит на нет никакого горбылька нет после того как я заполимеризовала полностью весь гель я приступаю к опилу форм почему делаю именно так ногти в принципе вы видели сами по себе такие все гнущиеся слабенькие они всегда такие были и до покрытия и во время покрытия и мы даже как-то снимали на четыре месяца в общем такие уж они от природы поэтому мы к ним ищем разные подходы и когда вы опиливаете гель носится намного лучше потому что вы когда заходите пилочкой под ноготок видите да у меня пилка стоит не перпендикулярно торцу а именно заходит под ноготок так вот когда мы работаем пилкой именно вот в таком вот режиме у нас пилочка сама по себе выпиливает как раз таки фаску но я естественно еще почищаю фрезой для выпиливания аккуратно истончаю торец чтобы ногти были совсем изящные гелевое покрытие не должно смотреться толсто ну и приступаем к дизайну гель мы с вами опилили все сделали осталась только чистовая работа сначала бежевым цветом я рисую самые первичные полоски то есть то начало дизайна от которого мы и начинаем нарисовали аккуратно распределяя смотрю чтобы не было лишней толщины 502 цвет смешиваю с белым до получения нужного мне розового оттенка 502 цвет ярковат для меня был а нужного розового под рукой не было поэтому я смешала такой который мне нужен 110 цвет который просто покорил всех моих клиентов нежно лавандовый я после полимеризации также прорисовываю полоску но очень важно чтобы вы каждую полоску просушивали в отдельности но я делаю это сразу на четырех ногтях то есть нарисовала везде бежевым просушила нарисовала везде лавандовым просушила следующий цвет у нас идет голубой полоска за полоской видите я постепенно наслаиваю их друг на друга аккуратно стараюсь играть с толщиной то есть где-то у меня потоньше полоска где-то потолще видите начиналась она у меня такой толстый а заканчивалась тоненькой ну и добавила блестяшки просто для того чтобы освежить дизайн все это покрываю топом глосс кстати очень хороший топ от космопрофи именно вот этот который я сейчас показываю присмотритесь к нему хорошо держит глянец не уезжает не скукоживается от краев не собирается в центре не пузырится не печет и самое главное не съезжает со стемпинга я уже об этом говорил но наверное все таки не перестану говорить ну и вот конечный результат посмотрите кстати как смотрится кожа после всех уходов я наношу масло потом наношу мицеллярный спрей все это протираю и спиртом еще прохожусь по ногтевой пластине потому что после мицеллярки блеск может немножко уйти появится такая мутность но после того как мы их обезжирили красота напишите пожалуйста было ли это видео для вас полезным и интересным я как всегда постаралась сложить максимум полезной информации очень стараюсь развиваю свой канал и ваша поддержка как никогда важна спасибо что досмотрели до конца с вами была татьяна сидоренко всем пока вот что вот очень 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 очень